Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу традиционную телепередачу, которая, безусловно, играет определенную роль в том информационном поле, о котором мы сегодня с вами будем рассуждать. На предыдущей передаче, я ее назвал такой презентационной, мы говорили с вами о правилах, о формате нашей передачи. И главная наша цель – это аналитика тех событий, тех информационных фактов и явлений, которыми сегодня насыщена социально-политическая жизнь нашей страны. И вот, говоря сегодня о развитии отношений, которые связывают нас с братской Украиной, хотя, судя по деятельности киевских властей, она все больше и больше начинает терять этот эпитет братская, мы в прошлой телепередаче использовали эпитет, которым покойный режиссер и великий русский актер Олег Павлович Табаков назвал «укров» в своем ответе, когда его внесли в проскрипционные списки невъездных на Украину, он их назвал убогими, убогими с точки зрения тех отношений, тех переживаний, той психологической, если можно так сказать, деструкции, которая владеет так называемыми «украми», господствующими сегодня в киевской власти. Я целиком и полностью разделяю эту точку зрения, и сегодня хочу доказать это некоторыми конкретными позициями, связанными с анализом не только президентских выборов на Украине. Я думаю, что втягиваться вот в разговор об этих выборах, ну не имеет никакого смысла. Для меня, например, как для человека, так сказать, спокойного, рассудительного, трезвомыслящего, все, что сегодня происходило на этих выборах, не является ни выборами, так сказать, ни демократией, ни доказательством волеизъявления украинского народа. Дело в том, что я не знаю, какое отношение к украинскому народу имеют те персонажи, которые участвовали в этих выборах. Обратите внимание, так сказать, не я это говорю, это говорят, так сказать, и забит весь интернет. Вот я показываю вам картинку, почитайте ее и обратитесь дальше, так сказать, сами к анализу этих самых явлений. У меня складывается жуткое представление о том, что то, о чем, что сегодня происходит, так сказать, в украинской действительности, напоминает мне давность, уже тысячелетнюю давность, так сказать, вот 7-9 век нашей эры, напоминает мне, так сказать, преснопамятный так называемый Хазарский Каганат или Хазарскую Химеру, которая была блестяще описана нашим классиком социологическим Львом Николаевичем Гумилевым. Почитайте его книгу «Конец и начало», в замечательном, в публицистическом, в научном публицистическом стиле Льв Николаевич обосновал, как происходит или что оказывается, чем оборачивается, так сказать, взятие власти в стране людьми, которые не желают ничего хорошего этой самой стране. Так вот, я хотел бы высказать такую мысль, что кризис на Украине, он сегодня вписывается в ту вот социально-политическую, социально-экономическую дилемму, которую в свое время сформулировал председатель партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Вот я показываю его книгу, называется она «Этно-геополитика». Это новый взгляд, новый вклад, так сказать, в развитие геополитической мысли. Этно – это этнос, этническое происхождение тех политических и социальных сил, которые действуют в современном мире. Гео – это земля, место, где они действуют. Вот, это понятно, наверное, все это греческие, так сказать, определения и слова. Ну, в науке это принято, латинский, греческий. Политика – это ясно, что политика – это борьба за власть, удержание власти, развитие власти. Вместе этно-геополитика – это деятельность этнических групп на определенной конкретной геотерритории и с определенными политическими мнениями. Кстати, когда мы направляли вот эту книгу «Этно-геополитика» в Академию наук, нам пришли некоторые такие, знаете, раздраженные ответы. Не нравится некоторой научной общественности новизна подходов к тем или иным проблемам. А здесь проблемы крайне серьезные. Так вот, в этой книге Владимир Вольф сделал такой вывод, что в современном мире Украина является ярким подтверждением именно вот такого развития. И Жириновский высказал такую мысль, что вот этот конфликт, конфликтогенная ситуация в современном мире, она развивается по типу воронки. Вот воронка идет вот такое круговое вращение, засасывает все больше и больше социальных, политических, классовых, иных, этнических отношений, общности. И вот это все начинает крутиться, вертеться вот в этой именно самой книге «Этно-геополитика». Таких воронок в современной действительности до Украины 2013 года было три. Это Ближневосточная воронка, всем понятно. Это Балканская воронка. И, к сожалению, наша Кавказская воронка. Вот сегодня украинская воронка втянулась в эту конфликтогенную ситуацию, и как из нее выйти, мало кто себе это представляет. Россия. Место России. Ну, я должен сказать, что мы, в частности, вот и в Институте цивилизации, президентом которого является Владимир Вольф Жириновский, и на своих лекциях в МГУ, я пытаюсь вместе с ним объяснить такую мысль. Цивилизационный проект для России в 21 веке, уважаемые коллеги, согласитесь или нет, это другой вопрос. Это формирование Евразийского, если хотите, союза. Укрепление межцивилизационных связей, скажем так, с Шанхайской организацией сотрудничества, ШОС, в группе стран БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Попытки интегрироваться в западнохристианскую цивилизацию, которые были предприняты в лихие 90-е годы во времена правления президента Ельца, провалились с треском. И, уважаемые коллеги, я вам должен сказать, что все, все те страны-новоделы, которые образовались на территории бывшего СССР, и поставили перед собой задачу вхождения в западную, если так можно сказать, цивилизационную матрицу, тоже с треском провалились. Вот то, что, скажем, последний пример в Казахстане, когда Нурсултан Абишевич Назарбаев отошел, как говорится, от президентского кормила, вот, там тоже начинают это понимать. Хотя мне, честно говоря, не по душе, вот, изменения, отказ от кириллицы, попытки, значит, там, вот, латинице, вы что думаете, от этого вы станете европейцами? У вас что, изменится, так сказать, разрез глаз, так сказать? Вы что, так сказать, перестанете заикаться, когда начинаете говорить по-английски, о чем я неоднократно предупреждал своих коллег, будучи в Астане? Сомневаюсь. Так Астана это и Казахстан это еще не самый, если так можно сказать, печальный результат вот этого попугайничания в западном стиле. Вы знаете, чем, с чего началась, так сказать, вот эта украинская критичность, украинский кризис? Украина, это Европа. Ну и что? Вошли в Европу? Эти выборы показали, что не только не вошли, а значительно дальше от этой Европы, чем, может быть, даже какой-нибудь Мадагаскар. Ну а заканчивая с местом и ролью России вот в том конфликтогенном потенциале, который сегодня, так сказать, вот образовался на постсоветском пространстве, в частности, вот с украинским этим синдромом, я бы отметил следующие позиции, и здесь я солидарен, так сказать, вот с автором вот этой самой книги «Этногеополитика», что не было и нет на сегодня, я вот сделал тут некоторые выписки, ни одного конфликта, который не затрагивал бы интереса в России. Мы обречены на это, как говорится, участие, соучастие как угодно. Ни в одном из конфликтов на постсоветском пространстве Россия не может быть сторонним, а тем более безучастным наблюдателем. Нам иногда говорят, давайте внутрь, развивайтесь, не трогайте. Вот по телевизору очень часто, значит, яблочники там или еще кто-то, мол, у нас много своих экономических проблем. Друзья мои, все это немножко похоже, так сказать, на лукавство. Мы не можем, так сказать, развиваться внутри, если мы не будем иметь нормальное внешнее окружение. Вот, в частности, предвидение того же Жириновского 30 лет назад, он говорит, зачем мы заключаем договор о дружбе с Украиной? Вы понимаете, что это недоговороспособная политическая элита. Ведь кто оказался прав? Думайте сами. Третий момент. Никакая другая страна, кроме России, не способна выступать в роли миротворца. Четвертое. Опасаясь утратить монополию на однополюсный мир, Запад в лице США и НАТО, вот недавно 70 лет отмечали НАТОвскому, так сказать, присутствию, проявляет склонность использовать конфликтный потенциал, в том числе и гибридных войн, а мне, думаю, на Украине сегодня идет гибридная война на постсоветском пространстве, в своих геополитических интересах, безусловно, нацелен на то, чтобы внести раздор и смуту в ряды, так сказать, новых независимых государств. И этот раздор преодолеть помогает именно присутствие Российской Федерации. Для России это присутствие, я просто цитирую этот один из документов, выражается в главном выводе новой редакции военной доктрины Российской Федерации, принятой в декабре 2014, новая редакция была сделана позже. Война приближается к границам России. Вот это тот вывод, который сделал Жириновский, вот недавно выступая в Государственной Думе. Вы понимаете, как аналитика совпадает? Фактов сколько угодно, анализа не хватает. Его даем мы. Так вот, в военной доктрине Российской война приближается к границам России. И одним из проявлений этого военного конфликта, военных, так сказать, отношений, выступает именно ситуация, складывающаяся на Украине. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что вот этот конфликт Воронка, который сегодня по своей типу, по своему содержанию, так сказать, происходит на украинской земле, он, этот конфликт, приобретает очень затяжной характер. Очень затяжной характер. Скажем так, типология этих конфликтов делится на две подгруппы. С одной стороны, это гражданские войны, например, вот в Африке. С другой стороны, это этносоциальные сепаратистские движения на Филиппинах. Понимаете? Вот тот конфликт, который сегодня происходит на Украине, он намного сложнее, он намного разнообразнее, он намного, много, много фактурнее. И я специально следующую передачу, с вашего разрешения, посвящу анализу именно вот этих типологических черт, которые, на наш взгляд, сегодня втянули Украину в очень непростую и очень серьезную обстановку. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. До свидания.